Hello children, today is the 13th of April, Monday, let's start our lesson. Today we'll speak about the topic who is your hero. Before doing it, let's revise the previous rules. Повторим с вами предыдущие правила, которые я увидела, особенно вот это правило, в которые у нас я вижу какие-то непонимания. Давайте посмотрим, если мы хотим сказать, использовать. Инфинитив в качестве определения с такими словами, как первый, последний, единственный, первый, второй, последний, единственный и так далее, как мы строим предложение. В первую очередь мы ставим подлежащее, о ком говорим. Дальше используем глагол to be, не сам глагол to be, а его конкретные формы. Если это настоящее время, am, is, are, соответственно, если говорим is, are, о себе мы там не говорим или довольно-таки редко говорим, Далее, если прошедшее время was, единственное, were, множественное число, далее используем нашу фразу, либо числительное, the first, the second, the third и так далее, либо слова the last, последний, the only, единственный, и далее у нас идет инфинитив с частичкой to, то есть глагол с частичкой to без всяких окончаний, никакого прошедшего времени там нет. Вы уже глаголом to be покажете прошедшее время. Давайте потренируемся. Поехали. Гагарин, да? Юрий Гагарин was, потому что прошедшее время. The first, числительное, порядковое, to fly, infinitive, into space. Юрий Гагарин был первым, кто полетел, да, в космос. Следующее предложение. Фраза to land on the moon, высадить сюда на луне. Поехали. Neil Armstrong, подлежащее. Следующее, was, потому что прошедшее время. Was, единственное число. The first, числительное, to land, приземлиться, инфинитив, глагол с частичкой to, никакого окончания, иди там нет. On the moon. Дальше. Come to the finish. Поехали на этого мужчину, мы смотрим. He is, в настоящем времени говорим. The last, последний, to, come, глагол инфинитив, to the finish, ну, к финишу. Следующее. Discover, да, Коламбус. Christopher Columbus was, единственное число, прошедшее время. The first, числительное, порядковое, to discover, инфинитив, частичкой to, открыть Америку. Он был первым, кто открыл Америку. Давайте попробуем сами сделать предложение. Видите, известных звезд. Нужно сказать, используя фразу they were the second. Они были вторыми. Давайте попробуем. Да, Светлана Савицкая, Евгений Крунов, Sir Robert Falcon Scott, Herman Титов, Борис Пастернак. И вот у нас есть, да, фраза в скобочках. Можете нажать на паузу. И сейчас мы проверим, что же у нас получилось. Светлана Савицкая, was, прошедшее время, the second, числительное, порядковое, woman, да, могу сказать определяющее слово, могу не говорить его, можно сказать просто the second. The second, да, woman cosmonaut, to go to space. Могу просто сказать, Светлана Савицкая, was the second, но тут, да, woman слово нужно, потому что мы говорим о второй как женщине-космонавте. The second woman cosmonaut, to go to space. Я могу просто сказать, Светлана Савицкая, was the second to go to space. Евгений Крунов, was the second cosmonaut, могу убрать это слово, to walk in space. Дальше. Sir Robert Falcon Scott, was the second, европеец, могу это и не использовать эту фразу, to come to the South Pole in 1912. Was, числительное, инфинитив, никаких окончаний здесь нет, никакого второй формы здесь нет, кроме глагола was, которым вы показываете прошедшее время. Борис Пастернак, was the second Russian writer, to get a Nobel Prize. Глагол to be, прошедшее время, числительное, инфинитив. Herman Titov, was the second cosmonaut, to fly into space. Поехали. Подлежащее, was, числительное, порядковое, the second, to fly into space. Следующее. Make up the sentences, используем фразу, they were the only, единственными они были. Василий Ливанов, Harrison Smith и Alfred the Great. Проверяем, что получилось. Василий Ливанов, was the only Russian actor, единственным актером, среди других выделяем его. To be, прошедшее время, единственное число. The only, единственный, to get, инфинитив. Никаких окончаний нет. Harrison Smith, was the only scientist to visit. Глагол to be, the only, единственный, to visit, инфинитив. Alfred the Great was the only English king to have the epithet the great in his name. Да, был единственным, который имел. И среди королей английский, который имел эпитет великий. Своем имени. Давайте дальше потренируем. Смотрим, нажимаем на паузу. Make a pause. They were the last. Был последний. Среди чего последний? Давайте посмотрим. Elizabeth, the first, was the last eudermonic to rule England. Она была последней. Да, и среди монархов, тюдоров, которые правили Англией. Was the last, последний, to rule. Инфинитив. Owen Glynton was the last Welshman. Was последним. The last Welshman среди Уэльсов to have the title of Princeville. Который имел титул принца Уэльского. The prehistoric man was прошедшее время. The last to see dinosaurs. Последним, кто видел, да, динозавров. Was the last to see. Никаких окончаний нет. Обратите внимание. Еще тренируемся. Нажали на паузу. Делали сами. Проверили. Richard Burbage, sorry, was the first English actor to play the role of Hamlet. Hamlet was the first to play Construкция. John Lodger Byrd was the first inventor to show television in 1926. Иван Павлов was the first Russian scientist to get. Lyft Erickson was the first European to land in North America in the 11th century. Варентин Тиршко was the first woman cosmonaut to fly into space. Надеюсь, с этим понятно. Давайте с вами попробуем. Используем нашу фразу. The relative clauses, предаточные предложения, поставить необходимые нам фразы. Steven Spielberg is a famous film director. Films are very popular. Видим слово films, да, существительное, не глагол, поэтому ставим слово whose. Whose films are very popular. David Beckham is a football player. Playing – игра, существительное, поэтому ставим. Whose, whose playing is brilliant. Madonna is a famous pop star. Singing, пение. Whose singing is magic. Потому что существительное, noun, yes. A Pushkin was, любимый ваш писатель, поэт, я смотрю по вашим работам. A Pushkin was a great Russian poet. Poems. Whose poems are really wonderful. Isaac Levitin was a famous artist. Whose pictures show us the beauty of the Russian nature. Pictures, существительное. Nicholas Cage is a Hollywood star. Acting, игра, да. Whose acting is perfect. A Jan Fleming was a famous novelist. Whose books, существительное, about James Bond are super famous. Okay, let's do some phonetic drill. Let's practice pronunciation of the sound. A scientist, an architect, an astronaut, a cosmonaut, a battle, battle, to win the battle. D. Down to earth, well-mannered, legendary, good-looking, change, changed, served, served, orbit, orbited, admire, admired, to my mind, idea. R. Reformed, 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 treat, treated, respect, respected, brave, considerate, responsible, win, won, warrior. However, action, actions, ambitions, ambitions, invitations, invitations, j. Courage, legendary, generous. O. Hero, hero, a heroine, no, well-known. Okay, who can you call a hero? How do you think? For me, I decide such qualities. Like, a hero is one who is generous, kind, добрый, brave, храбрый, selfless, самоотверженный, well-mannered, который хорошо себя ведет в обществе, то есть хорошими манерами, considerate, сосредоточенный, responsible, ответственный, and loyal, да, лояльный. Хорошо. I think real hero is a person whose actions are brave, да, действия храбры, courage serves an example, да, его храбрость служит примером для подражания, activities are generous, щедрые действия у него, да, дела legendary, deeds are legendary, inventions are useful, изобретение полезное, ideas can change the world, да, идеи могут использовать, изменить мир. С вашим домашним заданием, in your home, just you may use these ideas, да, можно использовать эти идеи. So, who is the hero of your country? How do you think? So, maybe it's William Shakespeare, Princess Diana, Horatio Nelson, or Lomonosov, Yuri Gagarin. So, how do you think? Who is the hero in your country? So, I say, for example, about Yuri Gagarin. It seems to me that Yuri Gagarin was, and you may say, use your own qualities, brave. People remember that he was brave, да, I said that he, или Yuri Gagarin, was well-mannered, да, generous, щедрые, еще раз качества вспомним, down to earth, это у нас практичный, well-mannered, но мы уже говорили с вами хорошо себя ведущий в обществе, skillful, это у нас способный, который искусный, selfless, еще раз, это у нас самоотверженный, brave, храбрый, legendary, легендарный, тратик, привлекательный, good looking, хорошо выключи. So, look at page 133. Here you can see some text about Ray, Leonard and Liz, who are talking about the people, who they think are their heroes. So, let's listen to this text and answer this question. Who are they, who are their heroes, let's listen, and then answer some other questions. So, let's listen to the first text about Ray. Lesson 4. Who is your hero? Exercise 1, part 1, page 133. Ray, Leonard and Liz, are talking about the people, who they think are their heroes. Who are they? Hi, I am Ray. My dad is not a famous person or a national hero, but he is my hero. He is always fun. I can play fight him. So, what happened to this text, I don't know. Okay, he isn't a person who won a championship or worked on the moon or saved people in trouble, but he is kind and clever and he is never bored to be with. My best day are the days that I spent with my father. He knows a lot about space exploration and the achievements of scientists. I like his stories about space expeditions and astronauts. Sometimes my friend joins us to listen to his stories and I am proud of my dad. So, who are his hero? So, it's his dad, yes? Second text, I don't know what is where the sound happened. I am Leonard. My hero is Mel Gibson. He is a wonderful actor. He is an actor whose characters are brave. I think Mel is like his characters. Only brave people are heroes. My favourite role which he played was William Wallace in Braveheart. William Wallace lived in the 13th century and was a real leader of the Scots. He was a soldier. Whose courage was an example for many and still remembered I am proud that people like William Wallace lived in this country. So, I don't know what is the sound happened. So, what is his, who is his hero? So, it's Mel Gibson, the actor Mel Gibson and his role like William Wallace. So, text number three about Liz. I don't know what happened, sorry. I don't know what happened with this, with this text. I am Liz. When we hear the word hero, we think of brave people or wartime military leaders. But my hero is my big brother. He is smart and helpful. If I have a bad day, he says everything is going to be alright. My brother is the first to help me with my homework. When I had a sore throat, he... He tried to entertain me and treated me with honey, hot tea and lemon. He wants to be a doctor and his ambition is to invent a new medicine. So, her hero is her brother. So, are Ray's, Leonard's and Liz's heroes famous people or not? So, only Leonard's hero is a famous person. Others are not. So, which of these children could express this idea, proved from the text? Parents can be their children's heroes. So, which text and prove it? Not only famous fathers are heroes. Children whose parents know much and can tell them interesting stories are proud of their parents. And so on. And here you can see the answers. So, pause and do it. And let's go to your home task for the next lesson. Your task is to write a composition, my hero, in books or films. So, use these ideas from this lesson or use your own ideas and make a short composition. You have some 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 sentences, not much. So, I like watching or reading. My hero is my favorite, is in my favorite film or book is he, she is my hero because some 1, 2 argument, 1, 2 argument. He, she, your own sentence, ваше собственное предложение. I hope you like our lesson. See you next day. Goodbye.